Илья и Алена Пимахова поженились буквально пару дней назад. В свадебное путешествие молодожёны решили отправиться в Карачаево-Черкесию. И первым пунктом своего маршрута выбрали Тибердинский заповедник. Очень понравилось, что приехали именно сюда, потому что очень много интересных животных. Кормим только экологичными продуктами. Всё предусмотрено в заповеднике, что также очень удобно. Животные в надлежащем образе содержатся, хорошие условия. Ну хорошо, что техника безопасности, всё предусмотрено, то есть не опасно. Дети вот гуляют, кормят тоже мишек, ну то есть всё отлично. Если для туристов здесь всё в диковинку, то для сотрудников заповедника это ежедневная работа. Они наизусть помнят историю каждого своего питомца. Для Хаджидаута Лепшокова за годы работы и общения с животными они стали буквально родными. Каждому он дал имя и изучил повадки. Вот эта рысь, мы до такой степени привязались к этой кошке. Непосредственно каждый день контакт, каждое её изменение, видеть, как она болеет, как она страдает. Это лично для нашего коллектива была большой утратой. Именно эта новость и стала горячей темой в республиканских соцсетях, где сотрудников заповедника поспешили обвинить в плохом обращении с животными. На деле же рысь содержалась в просторном вольере, к которому примыкало дополнительное помещение с подогревом. Но животное было уже немолодым и пало от естественного старения. Мы призваны, даже мы получаем зарплату, живём этой идеей для сохранения природы и жизни этих животных. Ну, я не давал ей жизнь, чтобы кому-то, если это не понравится, я не знаю, но усыплять у меня такого просто и физически здесь ни у кого руки не пошло бы мучать. О гуманном отношении к животным свидетельствует и то, что условия содержания других представителей дикой природы здесь поддерживаются на самом высоком уровне. Три филина нам подарили. Птички редкие, интересные, поэтому мы, конечно, благодарим. И взяли мы ещё грифа. Дело в том, что гриф это у нас есть. В большом вольере содержатся хищные птицы. Мы, учитывая то, что в Зелёном острове нам предложили забрать этого молодого грифа, птица тоже красивая, мы её забрали. Она не сразу освоилась. Она в этой компании оказалась новосёлом. Ну, потихоньку они привыкли друг к другу, и теперь проблем нет. Проблем действительно нет. В одном вольере уживаются разные виды хищных птиц. А совсем недавно у пары белоголовых сипов появился птенец. Редкое событие для птиц в неволе, которое лишь подтверждает, что у каждого животного здесь своя история со счастливым концом. Алина Баташева, Роман Нагаев, Архыз 24.